Привет всем, ребят! Сегодня мы начнем цикл нахождения лучшей защиты для экрана для Xiaomi Redmi 5 Plus В частности, стекла, пленки Существует несколько вариантов Так как экран здесь 2.5D, то есть начинает сгибаться где-то за 5-6-7 мм до края Уходит вниз, 2.5D называются такие экраны Поэтому все не так уж просто Какие варианты можно сделать? Наклейка обычной пленки будет выглядеть примерно вот так вот Она будет короче экрана, закрывать только видимую часть Потом второй вариант Это наклеивание полноразмерного защитного стекла с рамками Такие бывают белые, черные, золотые, синие и еще разные Такие стекла бывают двух видов Привычные нам, которые появились уже давно Так называемые, с клеем только по рамкам То есть клей нанесен только по цветной рамке И все, оно приклеивается А здесь воздушная прослойка Из-за того, что здесь воздух То весь экран в таких мелких-мелких точках Его хорошо видно на выключенном экране Из-за этого экран серит И по центру, либо где-то, ну чаще всего по центру Может появляться так называемое бензиновое пятно Кольцо Ньютона, дифракция Много еще как его называют Они все так же еще популярны И дешевые И второе новое поколение, которое вышло относительно недавно На такие телефонные стекла с рамками Которые клеятся всей поверхностью То есть стекло Закрашены черные рамочки по его краям И чтобы оно полноразмерное Клеится всей поверхностью И соответственно Когда вы наклеите Оно все же плоское Чуть-чуть там скругления по краю Но все равно они все плоские То есть будет воздушная прослойка по краю Но эта прослойка скрывается здесь рамками Так как рамки тоньше и тоньше становятся в каждом телефоне Поэтому, скорее всего, их хватать не будет Воздушный зазор будет еще дальше, чем рамки Поэтому с такими стеклами всегда идет в комплекте Обычно жидкость Ликвид по-английски Нечто среднее между глицерином И чем-то еще Туда заливаете, она вытесняет воздух Там сидит И для глаза это, в принципе, приятно Ну, тот, кто никогда с этим не сталкивался Сейчас это все увидит И последний вариант Это либо гибкое стекло Оно сделано как пленка Только нечто среднее между стеклом и пластиком Тоже скоро наклеим Либо стандартное, обычное прозрачное стекло Как мы все привыкли видеть Оно также плоское Доходит где-то, как эта пленка даже меньше Потом начинается воздух Тоже нужно обрабатывать ликвидом Так что вот так вот Сегодня мы начнем с вами С полноразмерных стекол Которые клеятся всей поверхности Full blue glass, так называемые Стекло одно из самых нормальных на сегодня Это фирма Bonaire В комплекте с такими стеклами Обычно идет несколько аксессуаров Мокрая салфетка Спиртовая Сухая Стикер Один или несколько для лучшего приклеения Позиционирования стекла И вот такой вот Dusted Sorber Это что-то типа электростатики Снятие электростатики Ляпаешь им по экрану Отдираешь И в принципе пыль практически не садится Но это жидкость Либо в ампулах, как я показывал Либо с кисточкой Ее уже применяют после поклейки стекла Что вам надо? Вам надо помещение, в котором нет пыли Это либо ванна В которую вы набираете горячую воду Пар Пар забирает, соответственно, всю пыль После этого вы идете туда клеить стекло Либо какая-то, может, вытяжка Еще что-то Очиститель воздуха То есть максимально ограничить пыль, летающую везде в пространстве Так как стекло это выглядит вот так вот И имеет подложку пластиковую Поэтому Особо Мы его методом тех же скотча, петелек, изоленты Приклеить не сможем, чтобы выровнять Ну, в принципе, сможем Но это вам надо вырезать ножницами Или чем-то аккуратно Четко по уровень Можете порезать само стекло Это все слишком сложно Подготавливайте экран Наберем этот Dust Absorber Он собирает ее довольно-таки хорошо Плюс Новая пыль пока что не садится Почистили вы весь экран От пыли, грязи Ну, желательно поначалу все-таки протереть Ну, смотрите уж сами, насколько грязен ваш экран Сначала спиртовой салфеткой, потом этой Но иногда получается больше пыли Чем если этого не делать Подготовили и всегда в таких телефонах Лучше начинать процесс сверху Совместить по всем отверстиям И потом гнать стекло уже вниз Вот, стекло клеится всей поверхностью Приклеено оно сюда Снимаем его с подложки Посмотрели Если где-то пока что упала пыль Быстро ее убрали Ну, и клеить его надо Желательно прикинуть вот Сверху Попасть в отверстие верхнее Взять кредитную карту или что-то Обернуть в тряпочку Если есть такая возможность Если нету, просто гнать тряпкой Сверху, снизу тяжело довольно это сделать Поэтому, когда наклеили основную часть Отрывайте немножко Сначала сверху, потом снизу Или сначала снизу, потом сверху И гоните воздух прочь Здесь можно немножко поддавливать В меру Вот тут Залезла точечка воздуха И то же самое С другой стороны Без каких-то навыков Требует максимум минут 10 Если не попали Ну, здесь нету Кнопок на самом экране Они же все сенсорные Поэтому здесь проще Не во что попадать В отверстие попадать Когда особенно кнопки с подсветкой Намного сложнее Итак, после еще минутного разглаживания Что мы имеем? Стекло наклеилось идеально И жидкость Liquid нам с вами не пригодилась Первый раз такое вижу На полноразмерном стекле После Redmi 4X Чтобы вообще ни капли не пришлось Подмазывать жидкостью Идеально село Есть несколько мусоринок Видите, попали Ну, так как я клею стекло на скорую руку Я не стал заморачиваться с паром И со всем остальным Потому что мне это стекло Через несколько часов Нужно будет снять И клеить другое Поэтому нападало пыли Довольно-таки немало Но суть не в этом Стекло наклеилось очень классно Как вы можете увидеть Жидкость Liquid применять не нужно Все село идеально Только нужно повыгонять воздух Где он был у вас Но это займет там 2-3-4 минуты Что мы имеем? Олеофобка хорошая Никаких воздушных прослоек Ничего нету Управление жестами Хуже работать не стало Все нормально Как работало, так и работает Я все попробовал, посмотрел Как пристало по краю Вот можете посмотреть Конечно, если вы так делаете Будет заметно, что стекло Никакого там суперскругления 3D нету Но, тем не менее Все как и обычно Видно, что у вас Вот задняя крышка Потом телефонная рамка И третий как будто слой Это лежит стекло Но, ничем оно не поддевается Вот ногтем Хорошо лежит То есть, тут никаких проблем не будет Ни сенсорных точек Ни бензиновых пятен Ничего нету По поводу того Как оно дружит Не дружит С бамперами Не хрустит Но, видите Бампер-кокос Впритык Прям ложится к нему Снизу особенно По граням Здесь чуть-чуть Есть расстояние Ну Не слезет Не хрустит Поэтому дружить с кокосом И с такими подобными чехлами Точно будет Когда нажимаешь на кнопки Я думаю, вы увидели Вот Воздух заходит И выходит То есть Немного Вот Оп Давите чехлом на стекло Но это не критично Я же говорю Главное, когда будете клеить Избежите того Чтобы К вам попала пыль Особенно Пожалуйста Не забывайте Следить за вот этой подложкой Когда стекло Сейчас здесь наклеено Она сама по себе За время транспортировки От завода к вам Собирает на себя пыль То есть Можно еще Его тут стекло протереть Как-то Убрать пыль Именно отсюда Потому что Когда вы будете его отрывать Вы как раз Насыпите пыль Что я и сделал Потом на экран телефона И приклеите его То есть Тут еще Может быть пыль Убрать ее и отсюда Также Бонэйр Дарит нас с вами В подарок Практически всегда Практически ко всем моделям Карбоновую пленку назад Это если вы не хотите Использовать никакой чехол Можно ее наклеить сюда Я покажу скоро Как это будет И ходить с ним Все Спасибо До встречи Субтитры сделал DimaTorzok